Здравствуйте! Время новостей о самых важных событиях Муравленко расскажем прямо сейчас. Как кормят детей в пятой школе? Активисты проекта «Здоровое питание» дали оценку работе пищеблока. Сыграли вместе с мэтрами. Известные российские артисты дали мастер-классы начинающим музыкантам. От России до Панамы. Чем запомнился фестиваль народов мира в первой школе. Сегодня активисты регионального проекта «Здоровое питание» побывали в столовой пятой школы. Они проверили условия хранения продуктов, систему приготовления пищи и оценили качество приготовленных блюд. Рассказывает Инна Юшина. Цель партийного проекта «Здоровое питание», реализуемого в Муравленко уже третий год, не только проверить чистоту в столовых и соблюдение норм при приготовлении блюд, но и выяснить, получают ли воспитанники учреждений необходимый набор питательных веществ. Организация в школе горячего питания проявляется под контролем на всех стадиях, начиная от закупки продуктов питания и заканчивания непосредственной организации приема пищи школьниками. Здесь проводится работа по соблюдению всех норм и правил, в том числе санитарных, при приготовлении пищи. И проводится профилактическая работа по информированию детей и родителей о необходимости и полезности горячего питания в школе. В образовательных учреждениях меню должно быть разнообразным и сбалансированным с учетом возрастных потребностей организма детей. При его составлении берут во внимание и предпочтение самих воспитанников. Нам дали котлету и тушеную капусту. Вот салат. Скажите, пожалуйста, вот ты съела котлетку, она вкусная? Да. Тебе понравилось? Да. Доедать будешь? Да. Мы смотрели в соответствии требования меню, санитарным нормам и в соответствии также бумажного меню и то, что на самом деле у нас на столах. Я хочу отметить, что действительно все выдержано, учитывая вот этот сезон подъема заболеваний осенний период и учитывая, что особенно в пятой школе много случаев заболеваний пневмонии, действительно стараются качественно организовывать питание. Включены в рацион фитансиды, свежий лук, свежая зелень. На кухне общественники обращают особое внимание на чистоту рабочих мест, инвентаря, оборудование. Немаловажный момент – правильное оформление документации. Поэтапно обследуют горячий, холодный цех, складские помещения. Товарная сосиска соблюдается, сроки годности продуктов не нарушены, овощей, фруктов с признаками несвежести, либо каких-то дефектов не обнаружено. Но самые главные, наверное, оценщики – это все-таки школьники. Мы имели возможность наблюдать, как дети завтракали, дети едят с удовольствием, съедают порции практически полностью, количество отходов минимальное. О том, что пища приготовлена качественно, рабочая группа убедилась лично. Действительно вкусно, говорят активисты, но и этого недостаточно. Чтобы дети хорошо ели в образовательных учреждениях, необходимо психологически настроить воспитанников и родителей на то, что правильное питание – это важно. Инна Юшина, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко. В детские сады города поступили комплекты для занятий городошным спортом. Проект по популяризации городошного спорта стал победителем конкурса «Бюджетная инициатива граждан». На реализацию проекта «Городки в детские сады» из муниципального бюджета выделено 507 тысяч рублей. Игра «Городки» впервые поступила в дошкольные учреждения. У нас опыта еще у педагогов нет, но мы обязательно обучимся. Отрадно, что игра позволяет развить у детей и память, и меткость, и опорно-двигательный аппарат, а также и такое качество, которое необходимо для дальнейшей жизни ребенка – это достижение поставленной цели. Инициативная группа проекта планирует провести обучающий семинар, а также турнир между дошкольными учреждениями. 23 ноября состоится обучающий семинар для воспитателей детских образовательных учреждений, который проведут представители Федерации городошного спорта города Москвы. В ходе этого мероприятия наши воспитатели обучатся методике обучения игре в городки, и по окончании они получат сертификаты. Отмечу, что в этом году в рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан» конкурсная комиссия поддержала 10 заявок. На реализацию идей активных муравленковцев из городского бюджета выделено около 10 миллионов рублей. Еще 2 миллиона внесли сами авторы проектов. В «Газпромнефть-Муравленко» отметили подразделения, достигшие максимального эффекта от внедрения системы непрерывных улучшений. Самым бережливым признан второй цех добычи, а лучший экономический показатель у цеха добычи номер 4. Подробности в следующем сюжете. Система непрерывных улучшений внедряется второй год. Чтобы иметь представление о достигнутых результатах, создаются комиссии, которые посещают цеха и на месте оценивают работу. После заочного знакомства со вторым цехом добычи следует практическая часть и уже наглядно демонстрирует применяемые инструменты бережливого производства. В цехах внедряются инструменты бережливого производства 5С, карта потока создания ценностей, идея, стандартные операционные процедуры, визуальное управление эффективностью, позволяющие выявить и сократить потери в процессах. Эффект отнедрения в цехах превысил 200 миллионов рублей. На стендах визуального управления эффективностью фиксируются основные ключевые показатели эффективности подразделений, их выполнение, краткосрочные и среднесрочные задачи, возникающие проблемы. Сотрудники могут подать идеи, направленные на улучшения. Лучшие из них найдут поддержку. 5С позволило рационально организовать рабочие места, что привело к сокращению потерь на поиск инструментов, материалов, исключить лишние перемещения. По итогам года второй цех был признан самым бережливым. На самом деле трудно ответить еще, что мы уже все сделали. То есть это на начальном этапе, так как всего лишь полгода, как мы движемся в этом направлении в нашем цехе. То есть это система непрерывных улучшений бережливого производства. Я думаю, что мы будем улучшаться и, естественно, работать есть над чем. И как в 5С сказано, то есть последний пункт – это совершенствование. Мы будем над тем, что уже хорошо, будем дальше его совершенствовать. Компания «Газпромнефть» находится в начале пути по внедрению системы непрерывных улучшений. Но уже сейчас удалось добиться снижения простоев оборудования, непроизводительных затрат, повышения скорости и качества операций. А достигнутый экономический эффект оценивается в целом по предприятию в 700 миллионов рублей. Кстати, по финансовым показателям лучшим стал ЦДНГ номер 4. На самом деле это наше будущее, потому что те оптимизационные мероприятия, те проекты, которые можно было реализовать, мы уже реализовали силами предприятия. Сейчас вот именно вовлеченность цехов – это наш следующий шаг и наше будущее. Без вовлеченности всего персонала в процесс непрерывных улучшений невозможно добиться высоких результатов. Сегодня, по словам начальников цехов, менталитет сотрудников меняется. Работники понимают цели и задачи, поставленные компании. А лучше всех общей идеей удалось увлечь персонал цеха номер 6. Первым делом, над чем предстоит работать, это все-таки переход в качество. Это переход к реальным деньгам, к реальным эффектам. Сейчас мы видим, что первые движения начались, и у нас есть уже ряд проектов по цехам, которые достойны внимания, достойны тиражирования в другие производственные подразделения. Сейчас нужно сделать это массовым, охватить все цеха, чтобы каждый цех искал в своих процессах потери, которые непосредственно влияют на экономику цеха, влияют на экономику предприятия. После оценки текущего статуса реализации проекта непрерывных улучшений, в цехах были подведены промежуточные итоги и обозначены перспективные направления развития на следующий год. Эрнест Бавшин, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Первокурсников многопрофильного колледжа посвятили в студенты. Ежегодную церемонию прошли 150 молодых людей. Подробности у Ивана Воронцова. Многопрофильный колледж – это отделение начального и среднепрофессионального образования. Аудитории здесь с современным интерактивным оборудованием, 7 профильных направлений, наиболее востребованные специальности, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, компьютерные сети и дошкольное образование. Сегодня первокурсников посвящают студенты. Новые студенты – это будущее, потому что колледж живет не ради своего сегодняшнего дня. Он живет теми студентами и теми абитуриентами, которые придут к нам. Первокурсники представили визитные карточки своих групп. Подошли к этому делу творчески. Ребята подготовили номера от своей группы. Все понравилось. Я считаю, что это довольно-таки значимое мероприятие. С этого дня мы теперь официальные студенты. Посвящение студенты – это некий праздник для наших ребят. Они на этом мероприятии раскрываются, показывают, на что они способны. Кто-то поет песни, кто-то показывает сценки. Они представляют свою группу, свою специальность. Пример для первокурсников – их педагоги и старшие товарищи. На церемонии посвящения отмечают лучшего куратора. Им стала Евгения Габдулина. А четверокурсник Александр Радостев удостоен звания студент года. Главное теперь для новоиспеченных студентов продуктивно учиться, достигать поставленных перед собой целей и задач. Отличные отметки в зачетной книжке – первая гарантия хорошего трудоустройства. Иван Воронцов, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Компания «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» провела фестиваль, где рождается искусство. Начинающие музыканты сыграли и спели с именитыми учениками народного артиста России Юрия Розума. В программе – мастер-классы по фортепиано, гитаре и академическому вокалу, творческие встречи и круглые столы. Для участников фестиваль – это уникальная возможность не только продемонстрировать свое мастерство, но и получить профессиональную оценку метров. Подробности о том, как проходил фестиваль, мы расскажем в итоговом информационном выпуске. Новости, главное за неделю. Муравленковцам рассказали о системе образования в дореволюционной России и правлении Николая II. С педагогами и представителями сфер культуры и спорта встретился проповедник иерей Евгений Шестопалов из поселка Пангоды. Заседание за круглым столом приурочили к столетию со дня убийства царской семьи. В беседе участвовали учителя, педагоги учреждений культуры и спорта. Говорили о том, как екатеринбургская трагедия повлияла на судьбу страны и русского народа, и какое значение придается убийству императорской семьи в современной России. Участники дискуссии обсудили также плюсы и минусы дореволюционного образования, познакомились с уникальными документами и учебными пособиями русской дореволюционной школы. Познакомились мы с документами из дореволюционной школы, в частности, аттестаты, дневники. Очень забавно было познакомиться с дореволюционными учебниками. И считаю, что многие вещи, которые использовались в дореволюционной школе, они применимы и в школе современной. Наверное, стоит разобраться, что было хорошо до революции, каким образом это нашло преломление, когда отказались от бесконечных инноваций в 20-е годы, и в 30-е вернулись, по сути, к классическому образованию. И что нам делать сегодня с учетом и изменения информационного поля, и наличие множества гаджетов, и изменение физического и психологического состояния наших детей. И эта встреча сегодня заставляет о многом подумать, взвесить и прийти к каким-либо выводам. В Муравленко определят сильнейших спортсменов с ограниченными возможностями. В спорткомплексе «Ямал» стартовала городская пара «Спартакеада». Соревнования продлятся в течение двух дней. Сегодня участники состязались в пулевой стрельбе. В субботу определят призеров в настольном теннисе, дартсе и шашках, а также пробном тестировании по сдаче норм ГТО. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную города. От России до Панамы в первой школе прошел фестиваль народов мира. В этом году его приурочили к чемпионату мира по футболу. На ярком и фееричном фестивале побывала Татьяна Бойко. Сегодня ученики первой школы всего за несколько часов сумели побывать в самых разных уголках планеты. Так лихо переместиться в пространстве помог фестиваль народов мира. Россия, Италия, Португалия, Индия, Украина. Теперь о культуре этих стран, обычаях и традициях школьники знают все. Символично, что фестиваль народов мира здесь каждый год проводит Международный день толерантности. В этом году географии представляемых стран расширились с 20 до 31. И это не случайно. В этом году в России было такое событие, как чемпионат мира по футболу. И мы посчитали, что это очень значимое событие для России как страны, как государства, которая могла принять гостей и показать себя гостеприимной, дружелюбной, толерантной страной к другим. И поэтому все страны, которые познакомились с Россией, и представлены в этом году на фестивале. Ученики 5-го Б участвуют уже в четвертый раз. В предыдущие годы представляли Россию, Италию, Туркмению. Дважды получали гран-при. Снижать планку и сейчас ненамеренно к выступлению готовились основательно. В этом году ребята представляли Мексику. Ни одну неделю все вместе изучали историю страны, подбирали национальные костюмы, разучивали песни и танцы, работали все дружной командой. Мы с классом, мне кажется, больше сплотились, стали больше дружными, больше радости, больше волнений тоже. Когда мы делали что-то, мы это с душой как бы выкладывались на полную. Мы приходили каждый вечер, конечно же, репетировать, по два часа, по три. И очень хотели бы, чтобы у нас было первое место. С таким же стремлением к победе готовились и другие участники. Заручившись, родительская поддержка репетировали все каникулы. Чтобы отработать выступление, на сцене записывались в очередь, иначе в актовый зал было не пробиться. Для педагогов и учеников это не просто фестиваль. Это уже визитная карточка школы. Если представляем страны, такие как Англию, Германию, также можем даже на данном языке страну представить. То есть, ну, деткам это интересно, они познают мир тем самым. Интересно то, что мы сейчас узнаем о других странах. И узнавая каждый год о разных странах, мы расширяем свой кругозор. Детям безумно интересно. Это уже пятый по счету фестиваль народов мира. Он стал доброй традицией для первой школы. И после объявления победителей, все они наверняка начнут гадать, какую же страну вместе с классом представят в следующем году. Татьяна Бойко, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Оперативная информация доступна на нашем сайте. Муравленко24.ру Татьяна Бойко, Андрей Нагибин, Новости Муравленко.ру 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 Субтитры подогнал «Симон»